здравствуйте дорогие ребята мы продолжаем с вами изучение биологии тема нашего урока вид и его критерии естественный отбор и формы естественного отбора сегодня на уроке мы проанализируем такое понятие как вид сравним критерии вида докажем что естественный отбор это движущая и направляющая сила эволюции обсудим формы естественного отбора видом называют совокупность особей сходных построения имеющих общее происхождение свободно скрещивающихся между собой и дающих плодовитое потомство все особи одного вида имеют одинаковый кариотип сходное поведение и занимают определенный ареал или область распространение каждый вид живых организмов можно описать исходя из совокупности характерных черт свойств которые называются признаками признаки вида с помощью которых один вид отличают от другого называются критериями вида наиболее часто используют шесть общих критериев вида морфологический или сходство внешнего и внутреннего строения генетический характерный для каждого вида набор хромосом физиологический это сходство протекания физиологических процессов экологический это определенные условия обитания географический это определенный ареал и исторический единая история возникновения и развития морфологический критерий предполагает описание внешних или морфологических признаков особей входящих в состав определенного вида по внешнему виду размерам и окраске оперения можно например легко отличить клеста еловика от клеста сосновика орлана белохвоста от орлана долгохвоста по внешнему виду побегов и соцветий размерам и расположению листьев легко различают виды клевера лугового ползучего люпинового горного морфологический критерий самый удобный и поэтому широко используется в систематике однако этот критерий недостаточен для различения видов которые имеют значительное морфологическое сходство к настоящему времени накоплены факты свидетельствующие о существовании видов двойников не имеющих заметных морфологических различий но в природе не скрещивающихся из-за наличия разных хромосомных наборов так например муха журчалка внешне схожа с осой установлена также что под названием малярийный комар существует 15 внешне неразличимых видов физиологический критерий заключается в сходстве жизненных процессов в первую очередь в возможности скрещивания между особями одного вида с образованием плодовитого потомства сроки размножения у близких видов могут не совпадать если сроки одни и те же то не совпадают места размножения например самки одного вида лягушек мечут икру по берегам рек а другого вида в лужах при этом случайное осеменение икры самцами другого вида исключается у многих видов животных наблюдается строгий ритуал поведения при спаривании если у одного из потенциальных партнеров для скрещивания ритуал поведения отклоняется от видового то спаривание не происходит генетический критерий основан на различии видов по кариотипам то есть по числу по форме и размерам хромосом для подавляющего большинства видов характерен строго определенный кариотип например полевка обыкновенная имеет 46 хромосом а полевка восточноевропейская 54 однако и этот критерий не является универсальным во-первых у многих разных видов число хромосом одинаково и форма их сходно так многие виды из семейства бобовых имеют 22 хромосомы во вторых в пределах одного и того же вида могут встречаться особи с разным числом хромосом что является результатом геномных мутаций например ива козья имеет диплоидная то есть 38 хромосом и тетраплоидная то есть 76 хромосом у серебристого карася встречаются популяции с набором хромосом в 100 150 и 200 тогда как нормальное их число равно 50 таким образом в случае возникновения полиплоидных форм или форм с отсутствием одной хромосомы или появлением лишней в геноме нельзя достоверно определить принадлежность особи к конкретному виду на основе генетического критерия но иногда при межвидовом скрещивании оплодотворение все же происходит в этом случае образовавшиеся гибриды либо отличаются пониженной жизнеспособностью либо оказываются бесплодными и не дают потомство известный пример это мул гибрид лошади и осла или лошак гибрид жеребца и ослицы будучи вполне жизнеспособным мул бесплоден из-за нарушения миоза негомологичные хромосомы не конъегируют перечисленные механизмы предотвращающие обмен генами между видами имеют не одинаковую эффективность но в комплексе с природными условиями они создают непроницаемую генетическую изоляцию между видами следовательно вид реально существующие генетически неделимая единица органического мира экологический критерий основан на том что каждый вид может существовать только в определенных условиях выполняя соответствующую функцию в определенном биогеоцинозе иными словами каждый вид занимает определенную экологическую нишу например лютик едкий произрастает на пойменных лугах лютик ползучий по берегам рек и канав существуют однако виды которые не имеют строгой экологической приуроченности во-первых это синантропные виды во вторых это виды которые находятся под опекой человека например комнатные или культурные растения домашние животные исторический критерий объединяет в себе общность предков единую историю возникновения и развития вида географический критерий основан на том что каждый вид занимает определенную территорию или акваторию иными словами каждый вид характеризуется определенным географическим ареалом многие виды занимают разные ареалы но огромное число видов имеет совпадающие накладывающиеся или перекрывающиеся ареалы кроме того существуют виды не имеющие четких границ распространения а также виды космополиты обитающие на огромных пространствах суши или океана космополитами являются некоторые обитатели внутренних водоемов рек и пресноводных озер например виды ряски тростник обширный набор космополитов имеется среди сорных и мусорных растений синантропных животных то есть видов животных обитающих рядом с человеком или его жилищем ну так например постельный клоп рыжий таракан комнатная муха а также одуванчик лекарственный пастушья сумка и так далее эндемики это виды обитающие на небольших территориях и не встречающиеся в других местах например сумчатые австралии это гигантский кенгуру виргинский опоссум коала сумчатый волк ни на каком другом континенте они не встречаются каждый вид занимает более или менее обширный ареал от латинского area область пространство иногда он сравнительно невелик для видов обитающих в байкале он ограничивается этим озером в других случаях ареал вида охватывает огромные территории так черная ворона почти повсеместно распространена в западной европе восточная европа и западная сибирь населены другим видом серой вороной существование определенных границ распространения вида не означает что все особи свободно перемещаются внутри ареала степень подвижности особей выражается расстоянием на которое может перемещаться животное то есть радиусом индивидуальной активности у растений этот радиус определяется расстоянием на которое распространяется пыльца семена или вегетативные части способные дать начало новому растению для виноградной улитки радиус активности составляет несколько десятков метров для северного оленя более ста километров для андатры несколько сот метров вследствие ограниченности радиусов активности лесные полевки обитающие в одном лесу имеют немного шансов встретиться в период размножения с лесными полевками населяющими соседний лес травяные лягушки мечащую икру в одном озере изолированы от лягушек другого озера расположенного в нескольких километрах от первого в обоих случаях изоляция неполная поскольку отдельные полевки или лягушки могут мигрировать из одного места обитания в другое особи любого вида распределены внутри видового ареала неравномерно участки территории с относительно высокой плотностью населения чередуются с участками где численность вида низкая или особи данного вида совсем отсутствуют поэтому вид рассматривается как совокупность отдельных групп организмов то есть популяций популяция это совокупность особей данного вида занимающих определенный участок территории внутри ареала вида свободно скрещивающихся между собой и частично или полностью изолированных от других популяций реально вид существует в виде популяций генофонд вида представлен генофондами популяций популяция это элементарная единица эволюции мутационный процесс постоянно действующий источник наследственной изменчивости гены мутируют с определенной частотой 10-15 процентов гомет несут те или иные мутантные аллели поэтому природные популяции насыщенные самыми разнообразными мутациями благодаря комбинативной изменчивости мутации могут широко распространяться в популяциях большинство организмов гетерозиготно по многим генам можно было бы предположить что в результате полового размножения среди потомства будут постоянно выщепляться гомозиготные организмы а доля гетерозигот должна неуклонно падать однако этого не происходит дело в том что в подавляющем большинстве случаев гетерозиготные организмы оказываются лучше приспособленными к условиям существования чем гомозиготные интересен пример с бабочкой березовой пяденицей казалось бы светло окрашенных бабочек гомозиготных по рецессивной аллели обитающих в лесу с темными стволами деревьев быстро должны уничтожить враги и единственной формой в данных условиях обитания должны стать темно окрашенные бабочки гомозиготные по доминантной аллели но на протяжении длительного периода времени в закопченных лесах южной англии постоянно встречаются светлые бабочки березовой пяденицы оказалось что гусеницы гомозиготные по доминантной аллели плохо усваивают листья берез покрытые гарью и копотью а гетерозиготные гусеницы растут на этом корме гораздо лучше следовательно большая биохимическая гибкость гетерозиготных организмов приводит к их лучшему выживанию и отбор действует в пользу гетерозигот для понимания эволюционных преобразований важно помнить что мутации вредные в одних условиях могут повышать жизнеспособность в других условиях среды помимо приведенных примеров можно указать на следующий мутация обуславливающие недоразвитие или полное отсутствие крыльев у насекомых безусловно вредна в обычных условиях и бескрылые особи быстро вытесняются нормальными но на океанических островах и горных перевалах где дуют сильные ветры такие насекомые имеют преимущество перед особями с нормально развитыми крыльями к изменениям частоты генов в популяциях приводит также ограничение обмена генами между ними вследствие пространственной или географической изоляции реки служат преградой для сухопутных видов горы и возвышенности изолируют равнинные популяции каждая из изолированных популяций обладает специфическими особенностями связанными с условиями жизни изменение частоты генов вызванные теми или иными факторами внешней среды служат основой возникновения различий между популяциями и в дальнейшем обусловливают преобразование их в новые виды поэтому изменение популяции в ходе естественного отбора называют микроэволюции различают несколько форм естественного отбора стабилизирующий движущий и дизруктивный стабилизирующий отбор направлен на поддержание ранее сложившегося среднего признака или свойства таких как размеров тела или определенных его частей у животных размеров и формы цветка у растений концентрацию гормонов или глюкозы в крови у позвоночных и так далее стабилизирующий отбор сохраняет приспособленность вида устраняя резкие отклонения выраженности признака от средней нормы стабилизирующая форма естественного отбора предохраняет сложившийся генотип от разрушающего действия мутационного процесса в относительно постоянных условиях внешней среды наибольшей приспособленностью обладают особи со средней выраженностью признаков а резкие отклонения от средней нормы устраняются благодаря стабилизирующему отбору до наших дней сохранились так называемые живые ископаемые это кистеперая рыба латимерия предки которой были широко распространены в палеозойскую эру а также представитель древних рептилий гаттерия внешне похожая на крупную ящерицу но не утратившие черты строения присмыкающихся мезозойской эры и многие другие движущая форма естественного отбора способствует сдвигу среднего значения признака или свойства и приводит к появлению новой формы вместо старой переставшей соответствовать новым условиям движущая форма естественного отбора действует при изменении условий внешней среды ранее мы рассмотрели пример с бабочкой березовой пяденицей распространение темно окрашенного мутанта этой бабочки результат движущего отбора на изменение условий среды то есть появление черной копоти на стволах берез из-за промышленного загрязнения среды очень яркими примерами действия отбора в пользу признака способствующего выживанию может служить возникновение устойчивости животных ядохимикатом например среди серых крыс очень быстро распространилась устойчивость к яду вызывающему кровотечение сейчас крысы без вреда для себя поедают приманки отравленные таким ядом дизрубтивный отбор или разрывающий отбор этот отбор действует в тех случаях когда две или более генетически различные формы обладают преимуществом в разных условиях например в разные сезоны года хорошо был изучен случай с преимущественным выживанием в зимний сезон красных а в летний черных форм двухточечной божьей коровки половой отбор раздельно полые животные отличаются по строению органов размножения однако нередко различие полов распространяется и на внешние признаки и поведение известно что у самцов многих видов ярко выражены вторичные половые признаки яркие перья попугаев хвост павлина алые гребни петухов окраска тропических рыб бивни индийского слона и так далее это явление называют половым диморфизмом между самцами в природе возникают жестокие драки в результате полового отбора потомство оставляет наиболее активные здоровые и сильные самцы остальные отстраняются от размножения и их генотипы исчезают из генофонда вида половой диморфизм и половой отбор распространены в животном мире достаточно широко вплоть до приматов эту форму отбора следует рассматривать как частный случай внутривидового естественного отбора рассмотрев формы естественного отбора можно сделать вывод о том что он проявляет творческую роль отбирая и накапливая полезные для популяции и вида наследственные изменения и отбрасывает вредные это позволяет постепенно создавать новые более приспособленные к среде обитания виды ребята сегодня мы с вами поговорили о таких понятиях как вид и популяция разобрали шесть критериев вида доказали что естественный отбор это движущая и направляющая сила эволюции рассмотрели формы естественного отбора и привели примеры надеюсь вам все было понятно и интересно до новых встреч до свидания а